Второе в новом сезоне пленарное заседание и первая возможность у депутатов выступить в разделе разное. Более месяца они провели в регионах, где встречались с местными жителями, их избирателями и узнавали о насущных проблемах в селах и малых городах. Информация, можно сказать, запаслись как следует. Хватит не на одно пленарное обсуждение. За каждой жалобой и просьбой, подчеркнули народные избранники, все так же стоит социальная проблема, которая в свою очередь упирается в нехватку денег в бюджете. И попытки правительства исправить ситуацию к лучшему, к сожалению, пока не особо эффективны. По Кыргызстану есть более 70 производственных месторождений с запасами в 2 миллиарда 300 тысяч тонн. В Аше, в Джалабаде, на Рыне, в Иссык-Кульской области. В четырех областях имеется горнодобывающая промышленность. Соседний Казахстан только присылает заявку на 140 тысяч тонн в месяц на экспорт. Но правительство ссылается, что вагонов нет. 140 тысяч тонн умножьте на 20 долларов. Вот вам и 3 миллиона долларов или более 200 миллионов сомов. Какие вклады средств в экономику? В течение пяти месяцев каждый раз теряем деньги. Я бы хотел, чтобы эту отрасль исследовали и начали развивать. Должны же были получить 150 вагонов. Узбекистан дает заявку на 200 вагонов постоянно, а мы только часть обеспечиваем. Нужно взять тогда в аренду недостающие. Надо воспользоваться этой возможностью. Перевозки, как оказалось, не только товарные, не только по железной дороге, организованы не лучшим образом. Проблема с воздушным транспортом стоит еще острее, в особенности по внутренним пассажирским направлениям. Дорога с севера на юг и обратно и долгая, и опасная. Самолетом же попасть в Ош или Баткен можно за пару часов со всеми регистрационными процедурами. Но как летать, если с самолетами то и дело что-то случается? Безопасная страна. Есть такая стратегия. В ней в части транспорта написано о внутренних авиарейсах. Хочу поднять вопрос по работе департамента гражданской авиации. Только за последнее время три раза, три раза были проблемы с внутренними вылетами. Один раз двигатель загорелся, другой раз мы сами были свидетелями. Самолет взлетел и опять на Теошу развернулся и полетел обратно. И третий раз самолет с пассажирами доехал до полосы и вернулся. Снова какие-то технические причины. Департамент должен работать над безопасностью. Но он не контролирует состояние авиапарка. Не развивает. Если правительство в ближайшее время не возьмет эти вопросы на контроль, не дай бог произойдет непоправимое. Мы покупаем новые троллейбусы, автобусы, дороги строим. Это хорошо. Но авиапарк надо обновить. На этих самолетах наши родители, дети летают в другие отдаленные города. Начало сентября, по словам парламентариев, традиционно богато на скандалы в образовательной сфере. Жалобы родителей на большое количество детей в классах вполне понятны. Но дела обстоят так по многим причинам. Центр столицы сам по себе, отметили нардепы, сегодня в состоянии перенаселенности, перезастроенности, переполненности автотранспорта. Правительство так и не придумало, как все это регулировать. Тем временем инфраструктура города уже на пределе. В одних школах в классе 50 учеников, в других по 30. Какая диспропорция? Вчера президент сказал, что деньги есть, и мы построим новые. Но думаю, что проблема останется, и совсем по другой причине. В центре столицы до сих пор есть частный сектор. Но строительные компании их активно скупают, ставят большие многоэтажки. И при этом никто не рассчитывает, куда люди из этих домов будут ходить, лечиться и учиться. Надо прописать в законе, регулирующий строительную деятельность, что надо открыть специальный фонд, куда эти компании должны будут вносить определенную сумму, на которую и будут в дальнейшем возводиться школы и поликлиники для этого района. Потому что сейчас они об этом не думают. Что же касается самого учебного процесса, то и здесь было немало критики. Помимо дисбаланса в образовательных учреждениях, многие школы в мгновение лишились педагогов. А последнее место работы. Речь о сокращении почти трех тысяч учителей по республике. Такая политика министра возмутила некоторых парламентариев. Каким образом может повыситься качество образования, когда сокращают три тысячи учителей, а других учителей добавляют им часы до 30 часов? Она сама пробовала провести подряд шесть уроков. Знаете, мне кажется, чтобы быть министром любым, тем более образования, одного кокетства мало даже для женщины. Нужно грамотное понимание той системы, в которой ты работаешь. Почему всегда говорят, что учителя обязаны думать о детях? Да, они должны думать о детях. А кто будет думать о их детях, хотя бы о тех трех тысячах учителей, которых уволили? Впрочем, тема просвещения на этом не закончилась. Многих интересовал вопрос, как в нашей стране проходит год, посвященный юбилею всеми любимого, всемирно известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Год подходит к концу, но не было проведено ничего, чем бы этот год запомнился кыргызстанцам. Мир знает Кыргызстан по Иссыкулю и Айтматову. В этом году другие государства также отмечают его юбилей. В Турции, в Анталии улицу назвали его именем и поставили бюст. В Анкаре тоже, в Узбекистане и в Азербайджане. А у нас что? Ничего не заметно. Форум – это тоже просто слова. Их скажут, а через два месяца забудут. Мы должны провести значимые мероприятия. Сам наш писатель мечтал построить дом культуры на Иссыкуле в селе Бостыри. Все бы туристы приезжали туда. В этом селе есть старое здание прокуратуры. Почему бы на этом участке мемориал не сделать? Мы хотим, чтобы все знали об Айтматове, а показать нам нечего. Проведение мероприятий, связанных с юбилеем Айтматова, безусловно важны. Как, впрочем, оправданно считают нардепы, были и траты на всемирные игры кочевников. А вот со всякими столетиями, двухсотлетиями областей и регионов следует прекращать. Только на этот год такого рода тоев, посчитали депутаты, оказалось более сотни. Не обошлось и без броских заявлений из Устерской Льдии Мамбекова. Депутат своеобразно истолковал слова председателя правления Евразийского банка развития Андрея Бельянинова. После чего упрекнул правительство в том, что те даже не могут достойно ответить на заявление в их адрес. В Алматы был конгресс. Проекты в Кыргызстане высказался следующим образом. Цитата. В Кыргызстане не с кем разговаривать с точки зрения бизнеса. Придите и возьмите деньги. Постоянно меняются чиновники. Вынуждены им читать ликбез. А после добавил, что сейчас в Кыргызстане более развито кредитование через Российско-Кыргызский фонд развития. Елена Яковлева, Александр Симонов, НТС.